Со своей точки зрения, как представители органов прокуратуры, я что хочу сказать, что к нам, Людмила Федоровна, я лично вам обращаюсь, но вы к нам не обращались к этому вопросу. Проверку мы не проводили, поэтому с учетом того, что мы сегодня здесь услышали, мной будет доложено прокурору, будет организовано проведение проверки. То есть мы сейчас все же, вы знаете, что тоже соответствующие есть регламенты, чтобы для того, чтобы зайти нам на проверку. Мы обсуждали этот вопрос. Чтобы решить это быстрее вопрос, наверное, мы пойдем таким путем, что будем соответствующую информацию доводить для прокуратуры края, чтобы нам немедленно было выделено именно Роспотребнадзор. Потому что только в рамках проведения внеплановой проверки Роспотребнадзор может взять анализы. То есть даже если мы сами инициируем эту проверку, они не смогут взять вот эту воду на пробу, чтобы провести. Ну и то, что вы озвучиваете, что вам приходится платить за некачественную воду, я тоже это услышала. Этому тоже будет дана соответствующая оценка. То есть я так полагаю, что, ну, права я в этом, не права, но я полностью согласна Владимир Владимирович, что вот сегодня мы будем много дискутировать. У каждого будет свое мнение, у вас такое мнение, кто-то будет доставить. Но в конечном итоге, я считаю, нам все-таки действительно нужно, может, еще раз собраться. Уже собраться с учетом того, когда будет проведено вот это исследование. Тогда сюда приедет руководитель Роспотребнадзора, я с ним лично общалась. Она говорит, да, да, мы выйдем немедленно, мы проведем вот такие исследования. И уже с учетом вот этого будем уже вырабатывать ту позицию, чтобы нам вот принять, чтобы действительно не было вот такой ситуации. Да, и тогда уже вы будете говорить. Хорошо, что вы же меня на входе на этот вопрос. Можно, как бы сказать, действительно что-то актуально для поселка. Здесь никто не говорит, что правильно, есть такие люди. Можно мне немножко добавить?